Неужели нельзя нам сделать сразу это? Мы и так, знаете, в этом поселке, к нам никаких привилегий не приходит. У нас не было света, у нас нету дороги. Мы не против нас уже, элементарно против сделать дорогу и дать нам воды. У нас приезжает столько много людей, уралманов. Я сама вот перед Еленко приехала с Алтайского края. Я когда приехала, у нас был процветающий хороший совхоз. Возможно, из-за этого я и задержала. А люди приезжают и уезжают сразу. Представьте, приезжают в статистических мест, мы сами их приглашаем, с такой дариской, заглаждаем, и прожив, у нас они уезжают, потому что нет возможности. У людей по 9, по 10 детей. Они не могут выехать в больницу, они не могут выехать элементарно по каким-то делам, оформлять документы. Это, знаете, какое-то маленькое отделение. Мы целый совхоз, у нас столько аграрий, столько зерна, я не знаю. Это просто у нас уже крик души, потому что мы даже не знаем, куда обратиться и как. Сделайте что-нибудь, у нас новая школа. Понятно, понятно. Пунктом раздачи воды на 1,336 миллионов тенге проект готовый. На сегодняшний день соответствует бюджетная заявка в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Здесь стоит задача на сегодняшний день обеспечить централизованной, качественной петельной водой. После подведения данного этапа, конечно же, будем поэтапно выходить с предложением, чтобы по разводящим сетям внутри поселка, где-то будем привлекать, конечно, наших серхозтоваропроизводителей. Продолжение следует... Продолжение следует...